Самовольное строение возле Республиканской клинической больницы создаёт серьёзные проблемы для работы скорой помощи. Городские власти уже начали разбираться с ситуацией. Муфтий Дагестана объединяет исламский мир. Духовные лидеры из-за рубежа посетили шейха Ахмада Афанди. 200 тысяч рублей за победу. Турнир борцов-тяжеловесов собрал приличный состав участников. Имя лучшего узнаем в спортивном блоке. В Махачкале самовольное строение, возведённое рядом с Республиканской клинической больницей, создаёт серьёзные проблемы для работы скорой помощи. Из-за неудобного расположения здания и постоянных заторов перед медицинским учреждением, фельдшерам приходится преодолевать дополнительные препятствия. Главный врач больницы обратился к администрациуму. В Махачкале с просьбой решить эту проблему. Правовое управление города установило, что некапитальное строение возведено без разрешительной документации. В ходе выездной проверки было установлено, что все некапитальные строения возведены застройщиком в отсутствии проектной документации, согласованной с администрацией города. В связи с этим, нами была инициирована претензионная судебная работа, результатом которого стало принятие 16-м арбитражным апелляционным судом решения, которым понудили застройщика в добровольном порядке, демонтировав за счёт собственных средств все некапитальные строения. В случае, если застройщикам в добровольном порядке не будет исполнено решение суда, нами будут предприняты меры по применительному исполнению решения суда с последующим взысканием расходов за счёт застройщика. В настоящее время городские власти предпринимают меры для устранения незаконного строения и возвращения свободного проезда к больнице. Удачное расположение и ещё одно место протяжения для горожан и гостей нашего города. В Дербенте на улице Гейдара-Алиева открыли новый сквер. Его площадь составляет 2500 квадратных метров, что почти сравнимо с территорией, на которой уместились бы около четырёх баскетбольных площадок. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, скамейки и беседки для спокойного отдыха. А любителей активного образа жизни порадуют спортивная и воркаут-площадки, оснащённые всем необходимым оборудованием. Отметим, что проект был реализован в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Дагестанский гуманитарный институт отметил своё 20-летие. Это один из первых вузов в стране, который вобрал в себя светские религиозные дисциплины. Сегодня ДГИ в числе самых перспективных учебных заведений России. Он был основан в 2004 году Максудом Садиковым. Тогда Институт теологии и международных отношений поддержали такие видные религиозные деятели, как шейх Саидафанди из Черкея и муфти Дагестана из шейха Ахмадафанди. И сейчас, спустя два десятилетия, вуз подготовил около 50 тысяч выпускников, более половины которых успешно нашли своё профессиональное призвание. Вуз выдаёт диплом государственного образца, проводит учебный процесс, организован в соответствии с требованиями, которые предъявляются к вузам. Юбилей отметили с размахом на летней площадке Дагестанской государственной филармонии. Собрав более 15 иностранных гостей, религиозных и общественных деятелей, научную интеллигенцию, вузы-партнёры и студенческую молодёжь. Поздравила учебное заведение и советник муфтия Айна Гамзатова. Она отметила значимость института в образовательной и духовной жизни региона. 20 лет назад, даже чуть раньше, это была мечта муфтия. То, что мы сегодня имеем, такой институт. Кто-то может задаться вопросом, а для чего муфтию институт, где существует отделение экономики, лингвистики и другие светские факультеты. Муфтий подразумевал благонравие, чтобы это стало стержнем каждого выпускника. Чтобы человек научился экономике, лингвистике и другим наукам, филологии и, может быть, управлению, работе в государственной системе. Но чтобы человек внутри имел благонравный стержень, который не позволит ему стать коррупционером или человеком, который обижает свой народ, своё общество. Я думаю, ему это удалось. Особое место на этом празднике заняли выпускники ДГИ, которые стояли у истоков становления вуза. Они стали живым примером того, как институт сочетает светские религиозные знания, воспитывая настоящих профессионалов. Многие из них сегодня успешные специалисты в своих областях. Мы выпускницы Института теологии и международных отношений, нынче это ДГИ. Закончили мы... В каком году мы поступили? 2005? В 2005 году. Это получается второй выпуск. Ну, поздравляем всех с юбилеем. 20 лет пролетели, как 20 дней. На сегодняшний день я работаю активисткой, общественной деятельной. Райса преподает в школе и Магина тоже преподает на расследовательную графику. Огромная благодарность нашему преподавателю Абдурахману Хаджи. Вот такие наши студенты все. Да, да, да. Никогда не забудем, всегда помним, всегда благодарим. И те знания, которые дал нам Абдурахман Хаджи, они нам пригодились. Даже когда мы были у Хаджи, Абдурахман Хаджи, нам говорили в магазине, откуда вы знаете, у вас такое произношение классического арабского языка. И мы там хвастались, говорили, что у нас был хороший учитель в арабском языке. Мероприятие сопровождалось поздравлениями, словами благодарности, театрализованной постановкой и церемонии награждения. В завершении праздника партнерские вузы подготовили особый подарок для ректора ДГИ поездку на Малых Хаджи Умра. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Магомед Расул Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Духовные лидеры из стран зарубежья встретились с муфтием Дагестана. Встреча прошла в доме шейха Ахмада Афанди в теплой дружеской обстановке. Гости из Ордании, Кувейта и других стран делились с задачами и проблемами развития ислама в своих странах. В свою очередь, муфтий республики дал мудрые советы и поделился с гостями наработками в сфере религиозного просвещения. Лучшего борца тяжеловеса определяли на турнире в Махачкале. Солидные денежные премии разыгрывал вице-чемпион Олимпийских игр 2004 Магомед Ибрагимов. Ровно 20 лет назад дагестанский вольник завоевал медаль в Афинах и по случаю этого события решил провести соревнования. На ковер во дворце спорта при ДГПУ вышли 20 вольников. Состав участников подобрался приличный. Награды в самой престижной весовой категории оспаривали мастера спорта международного класса. Приехали вольники из стран СНГ. Для ветеранов и любителей борьбы турнир стал хорошим поводом для встречи. 20 лет спустя, очень хорошее название, по сути юбилей, 20 лет прошло. Откровенно говоря, такое ощущение, как будто бы эти Олимпийские игры в Афинах были еще совсем недавно, вчера. Ну, для нашей семьи вообще спорт, здоровый образ жизни всегда был приоритетным. У меня отец занимался спортом, дядя, двоюродные братья. Естественно, я и брат тоже всегда занимались вольной борьбой. Если есть у нашей семьи возможность проводить такие мероприятия, где радуются зрители, болельщики. Тем более, грубо говоря, многие изголодались по вольной борьбе давно, не проводились мероприятия. Это было связано и с пандемией, и с теми или иными проблемами. Поэтому, я думаю, как не кстати, хорошо получилось. Конкуренцию ведущим тяжеловесом навязали спортсмены из меньших весовых категорий. Так, в финал пробился призер чемпионата мира и чемпион Европы Алихан Жабраилов. Махачкалинский полутяж в схватке за золото одолел представителя Ингушетии Ваху Галаева. Эта победа стала для борца Гамидовской школы пятой на турнире, где он в общей сложности заработал 48 безответных баллов. Сложные по-своему схватки. Формат был, хочу отметить, очень интересный. Плюс 97, да, абсолютный вес. Очень интересно было бороться. Какие-то, вы знаете, новые эмоции. Поэтому я очень рад, что у меня все так благополучно сложилось, что без травм. В общем, турнир для меня это очень полезен получился, потому что 5 схваток это не сравнится с тренировочными схватками. Это две разные вообще категории, потому что соревновательные схватки, они очень полезны. И они, как знаю, тонус, форму приводят спортсмена. Поэтому для меня это очень полезно. Всех призеров турнира наградили денежными премиями и подарками. Лучший борец получил 200 тысяч рублей, а также еще несколько конвертов от друзей семьи Ибрагимовых. Остальные же медалисты – 100 и по 50 тысяч соответственно. Без внимания не оставили и тренера-победителя. Все решила футбольная лотерея. В Динамовском дерби Махачкала уступила Москве. Встреча четвертого тура группового этапа Кубка России проходила на Анжаарене. По ходу игры хозяева смогли отыграться после 0-2 благодаря точным ударам Сердера Сердерова и Гамида Агаларова. Однако в серии после матчевых пенальти удачливее оказались гости 5-3. Набрав за ничью в основное время одну очко, клуб из Дагестана поднялся на второе место в группе А. Теперь у них 7 очков. На один балл больше у москвичей, которые и идут первыми. Субтитры создавал DimaTorzok